X-Predator X3 – корпус формата MIDI Tower, однако по сравнению с младшим вариантом он стал более высоким и широким. Основные дизайнерские приемы хищной линейки реализованы без изменений, а за счет контрастных вставок решение стало еще более симпатичным. Например, нам очень понравилась резиновая площадка оранжевого цвета в верхней части. Не только красиво, но и практично, так как здесь можно хранить любые подручные мелочи – флешки, переходники и так далее. Панель управления вынесена на передний край верхней части и немного наклонена. Здесь по-прежнему есть кнопка включения, два индикатора, два аудиоразъема, два интерфейса USB 3.0 и сразу парочка регуляторов частоты вращения кулеров. Теперь корпусные вентиляторы можно разбить на две группы и управлять ими полностью независимо. Напомним, что в данном случае строенная система обеспечивает изменение напряжения от 6 до 12 вольт, поэтому регулировать производительность можно в достаточно узких пределах. Металл по-прежнему тонковат, так как для изготовления разных частей использован прокат толщиной от 0,6 до 0,8 мм, но никаких существенных претензий к жесткости конструкции не возникает. Основная плата крепится к оранжевому основанию на стойках. В панели предусмотрено окошко для быстрой замены пулера на некоторых платформах, а максимальная высота системы охлаждения может составлять 186 мм. Плата расширения устанавливается в количестве 8 штук, а расстояние до стойки с накопителями позволяет использовать видеокарты длиной до 310 мм. Стойка сделана вполне заурядно. Для оптических приводов зарезервировано 3 места с быстросъемами. Для основных дисков используются пластиковые салазки с резиновыми демпферами в местах контакта. Накопитель вставляется в держатель и защелкивается в одном из 8 мест. В общем, винты использовать не надо. Нижнее место для блока питания обеспечивает хорошую виброразвязку от основного шасси, так как снизу предусмотрены резиновые ножки, а в месте контакта с задней панелью есть мягкая пористая прокладка.